Титикака. Ну вот какие слова и названия тебе кажутся нелепыми? Ну имя Олег меня смешит. Ну да, то ли дело имя Антон. Горячая мексиканская проститутка, бля. Ну это уже перебор. Я вообще-то мордвин. Да при чем здесь ты? Я просто вспомнил список коктейлей с нелепыми названиями. И один так и называется. Горячая мексиканская проститутка. Это просто, но мерзко. Настоящая мексиканская проститутка пахнет скумбрией. Поэтому у нас идет маринад из-под скумбрии. Дальше у нас идет табаско, но в данном случае... Почему красная? У нее проблемы? Ну дабы рекламу не делать, да? Нальем текилы. Это же Мексика. А можно это не пить? Посмотри, там прям куски чего-то. Фу, бля. Просто против не пить, когда ты знаешь название. Понимаете? Ладно, скумбрия с текилой, что там нормально. Съел скумбрии, а когда называется горячая мексиканская проститутка, это уже противно. Хочется сразу пойти к генерологу. За здоровье! Продлеваем, нахуй. Не, ну у каждого же человека хоть раз в жизни возникал вопрос, почему та или иная вещь так называется? Ага, или почему одинаковые слова обозначают разные вещи? типа лук и лук, замок, замок, ключ. Может у людей нет фантазии? Да нет, просто некоторые вещи выглядят так, как звучат. Например, кашель курильщика. Кашель курильщика? А что там? Для этого мы берем травяной дикер, любой. Оливковый? Да, кстати, мой любимый. Майонез? Теплый. Где ты нахуй? Сука, псина. Ну да, похоже на кашель курильщика. Да, если бы я курился, наверное, я бы таким кашлял. Но я пью, поэтому у меня такого цвета печени нет. Ну, за здоровье молодых. Почек. Давай. Вы ебанулись, люди. В дополнение к гастрономическим пиздецам, извиняюсь, называется зараженный белый хлеб. По сути, мы готовим простую кровавую мэри. Рецептуру знайте, в общем-то. Поэтому мы сейчас его охладим. Блядь, ну это, конечно, полная жесть, честно говоря. Сейчас вы поймете, о чем я. Берем кровавую мэри нашу. Творог. Блядь, это же пиздец. Ну что же мы делаем? Как мы до этого дошли, парни? Сверху? Типа вот так прям? Нет. Наверное, давай вот так положим. Выглядит сексуально. Это больше похоже на кашель курильщика. Горячая мексиканская пиздец. Горячая мексиканская пиздец. Стадия последняя, да? Да. Оно пахнет. Если опять попаду в больницу после этого выпуска... Пишите, пишите мне. Давайте. Фу ебать, кровавая мэри с творогом. Братан, это все ферня. Есть еще жидкий стейк. Главное, вкус. А его тут нет, блядь. Это пиздец какая-то. На, жри свой творог. У нас сегодня все по шотам. Жидкий стейк. Ворчестер. И ром. Но это еще ничего, это еще нормально. Ворчестер, но он островатый. На вкус должно быть островато, солоновато, кисловато и алкогольно. Я, может, ворчестером много надел. Не знаю. В общем, ром с ворчестером, но это нормально. Но жидкий стейк. Ну, посмотрим. Ну, да. Хочешь? А, ты еще не пьешь. Можно растягивать. Ой, нормально. Кисловато, конечно. Солоновато. На самом деле, нормально, но пиздец. Все равно. Я много добавил просто. Ой, блядь, он еще и острый. В общем, да, сразу захотелось есть. Ну, в общем, это более-менее. Ну и выглядит нормально. Ну и выглядит нормально. Ну, в отличие от остального. Ну и что? Как будем выпуск заканчивать? Я даже не знаю, у меня нет идей. Было бы круто закончить выпуск мощно. Битона-мешалка! Я когда нашел этот коктейль, мне захотелось его обязательно попробовать из-за описания его. Короче. Берем лимон. Одна часть лимона написано. И белис. В разные шоты. Надо выпить лимон. Ну, не выпить лимон. Надо выпить жемочку лимончика, прополоскать рот. А потом выпить белис. И написано, из-за того, что белис сворачивается в кислое сырье. Давайте проверим. Ну, что проверять, блядь, понятно, что сворачивается. Все знают. Это же сливочный рикер. Кислота, вся хуйня. Ну, видите. Какая получается жижа. Ну, вон там он свернулся. Во рту должно быть... Что ты, блядь, ржешь только? А я знаешь, что вспомнил? Там в списке еще был как-то, который назывался сперма коня. Ну, блядь, похоже, наверное, да? Короче, во рту должно все это... Ну, не отвердеть, наверное, а как-то это все... Ну, должно быть, блядь, какая-то хуйня. Ну, в общем, странные названия, странные коктейли. Давайте попробуем. А надо пропить его или можно не пить? Можно прополоскать. Прополоскать написано, да? Так, полощем. Ну, это невкусно. Ну, это странно. По консистенции, как-будто я творогов ебал. Хуйня какая-то. Полная, блядь. Знаешь, в кадре, кстати, он просто смеется. Вдруг, из-за того, что он смеется, нет? Ну, просто в кадре. Э, бля! Заканчивайте там, пиздеть. Ну, а вы, мои хорошие, пишите комментарии, рецепты, лайки, дизлайки. Ну, в общем, как обычно. Я обратно вернулся в дело. Пейте умеренно. Да. Я говорю, ты как? Ты мне смотришь как-нибудь голубоёва. Ты смотришь телефон, как-нибудь. Да-да, я вот так сделаю. Ну, хорошо. Похоже? Да. Ничего, просто руки, да. Руками шуя. Как будто ты разговариваешь иногда что-то. Кстати, если тебе будет удобно, можешь сказать, что ты амоник. Хуёни мы, блядь. Ладно. Нахуй. Я думаю, что я тебе так высылал, что это все в разные вещи. Типа, лук, лук, замок, замок, клиш, клиш. Да. Да. Или почему... Да, или почему одинаковые... Типа, лук, 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 лук и луук. Украина.